Из-за аварии на газопроводе улица в Ленинском округе осталась без тепла. В частном секторе при подключении очередного объекта рабочие нарушили герметичность труб с природным газом. Аварийные службы пытались справиться с последствиями до поздней ночи, но так и не устранили причину. Все подробности у Дмитрия Кукануса. Попытаемся еще вот этот дом сделать, если получится. Это самое сложное. Андрей Бонькин снимал, как рабочие пытаются найти в темноте место, где могли повредить газопровод. Говорит, это еще повезло, что авария случилась не на прошлой неделе, когда стояли морозы минус 30. Всю семью мужчина увез к родственникам. В доме всего около 10 градусов тепла. У нас до сих пор газа нет. Некоторые дома дали газ, а у нас до сих пор нет. Не отапливается. ЧП произошло после того, как на улице 3 Марьяновской рабочие газовые службы весь день прокладывали трубы. Установка наклонного бурения стояла в этом месте. Вот видно выход полимерной трубы. Протаскивая ее под землей, работники компании «Юза» нарушили еще несколько коммуникаций, газопровод и канализацию, оставив жителей не только без газа, но и без удобств. На утро о происшествии напоминают лишь пятна свежего грунта. Ямы снова закопали, видимо, не устранив причину порыва. Тем, кому газ включили, почувствовали себя в буквальном смысле на пороховой бочке. Сегодня утром я встал и запах газа почувствовал. И сразу быстренько перекрыл, вызвал аварийную службу облгаза. И непонятно, где вроде опрессовали трубы, трубы держат. Искать утечку специалисты приехали ближе к обеду. Причиной аварии называют ошибку в документах газовой компании, которая работала на этой улице раньше. «У них на исполнительной документации отражено, что газопроводы, которые мы порвали, они находятся на глубине 2 метра. В связи с этим мы приняли решение, нормально, грамотно, инженерное, поднялись на высоту 1,5 метра и должны были пройти над этими трубопроводами. Ну, получился парадокс, как раз на этой глубине мы их и поймали». В этот раз трагедии удалось избежать. Утечку перекрыли, трубы починили. В руководстве компании пообещали, что устранят все последствия, в том числе прочистят и забившуюся канализацию. Дмитрий Куканов, Александр Лысак, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.